Идем до главы суду Колесникова, потому что у Гончарова сейчас судовое заседание проходить в 13 кабинете. 13-й зал, 6-й. 13-й зал, 6-й повод. 13-й? Судья Гончарова. В отношении Кухончука. Сегодняшние дела откладываются. А где сам это? Судья Гридина в командировке. В общем, судья Гончарова. Потому что она в коллеге. Я к нам застритый судья Гончарова. Да, я возможно, знай ты. Пишем, подождите здесь. Сейчас. Подождите здесь, сейчас. Он что, придет? Вы придете, я узнаю. А где вы узнаете? У судей. Давайте мы с вами пойдем к суде. Давайте я секретарь. Хорошо, отлично. Вы подождите у дверя. Зачем? Мы пойдем к суде просто. Я кей кабинет секретарь. Ребята, вы отказываются рассматривать это дело здесь в Одессе. Ну, они же указали по каким причинам. По каким? Они есть материалы дела. Ну, вот мы хотим услышать по каким причинам. Ну, материалы дела уже направлены в высшеспециализированную систему. Можно вообще? Вы можете объяснить эту процедуру? Для чего это делается? Я не знаю. Я секретарь. Я даже не помощник, чтобы объяснять. Так, вот именно. Мы в голове судьи. В голове суда. Да. Ну, у меня сейчас у меня написано там 300 какой-то. Третьте повреждать. Давайте по всему. Скажи. Может быть, там может быть, какая же. Нет, там нет входа. Там дифферендино, одна лестница. Второй здесь. Прием. Покажем, может, кто-то идет. Вы хотите все? Да. Пожалуйста, ожидайте. Нет, не сейчас. Ожидайте, я открою другого. А где можно? Какой кабинет? Какой кабинетчик? Я сейчас. Вы пока ожидайте на скринетчике. Да, в коридоре. Мол, есть? Один из-за коридора. Да, да. Да, да. Они боятся. Они не готовы, з моральної точки зрения, приймать решение по нему. Они не будут. Бо, если они принимают решение и признают винным суддю, голову окружного адміністративного суду, то им, суддям, ну, вы понимаете, да, то есть, они абсолютно чутко понимают, что их легче будет абсолютно притягнуть до будь-якої ответственности. По будь-яким справам, по их майну незаконному и так далее, и так далее. Поэтому они, з моральної точки зрения, абсолютно не готовы. Но передается, ну, грают в пинг-понг, они с той точки зрения, чтобы затягнуть эту справу, чтобы неможливо было за предбаченный законом термин притягнуть до ответственности по этой адміністративной статке 130. Тобто, это делается для того, чтобы затягнуть эту справу. Наше завдание, ну, по-перше, отримать чутку, зрозумілу ответственность от главы окружного, от главы апеляционного суду. В разе, если необходимо, чтобы глава апеляционного суду выкликал до себя Гончарова и потребовал у него пояснения, то для чего передавать, без заседаний, без ничего, передавать справу подсудности до Вищего суду. И другое завдание наше – показать, что, в принципе, нас не хвилюет, там, сколько пройдет часу, мы не хвтомимось приходить до них и, как бы, вимагать, притягивать их до ответственности, вимагать від них ответственности по тому, как они ведут эти справи. Тобто, им не вдастся нас как-то расхолодить, показать там красную тряпочку, чтобы мы на что-то еще раз отвлеклись. Будем уважно следить за цей справой, потому что притягивание до ответственности судей – это, из таких речей, мое начать суда реформа и, в целом, процесс изменения в этой галузи. Притягивание с приводом руху справи за адміністративной справой относно судей Волховичука. Я надаю одному з вас копию листа добившего специализационного суда. Разом из ним подания з якого обважается, что апелляційный суд направил зазначену справу до Голубого ищего специализованного суда для того, чтобы вырешить питание про передачу указанной справы до іншого суду, іншого бюджета. Мова идет о том, что до апелляційного суда не принадлежащего с Приморского суду подания про направленные справы с одного суду до іншого в межах юрисдикции ризных апелляційных судей. То есть, мова идет о передачу… Принциповый момент поля в том, чтобы передать справу в другую региону. Для межливостей, тиску, сбоку… Ну, так вважает, зокрема, Громадские объединения, Конституционная Рада Примпрокуратура Одесской области, Одесская областная организація Конгресса украинских националистов и Громадская организація по Берег Одесси. Прекрасно. Суперцелени подания. Ну, я бачу… ГО «Берег», Конгресс украинских националистов. То есть, они рекомендували передати эту справу фактично до іншого региону. Чтобы нам было очень интересно. И вы на основе этого в справу подсудности, которую вам апелляційный суд передает судья ДЕРУС, передаете до вищего… Потому что вопрос, связанное с передачей справ с одного адміністративного региону или другого, вирешуя не глава апелляційного суду, а глава вищего специализованного суду. Хотя, при цьому, мы идем по аналогию, оскільки адміністративное судочинство взагалі не предпочитает передачу справу из одного суду до іншого. Вы понимаете, справа была надислано до апелляційного суду и спочатку справу в автоматизированном порядке в том, что это не вопрос конкретного суду конкретного суду о том, когда разобрались, передали до меня и было принято такое решение. Скажите, пожалуйста, вы же понимаете, что мы для себя делаем висновок, что такая технология была создана для того, чтобы перевести справу в другую область, для того, чтобы общественности не могут быть у громадки не было будь-яких суммин в том, что блокируется вопрос о передаче справы до другого региона. У нас завжди эти справы разведает Миколаевский административный суд. Я прогнозирую, что это может быть митолевский административный 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 недопустимый другим недопустимым если на камеру судья высловлен церковь логика то за вашей логике такая человек не может быть судья которая ведет за керемом в состоянии и позволяет погрожить патрульным полицейским и лаять из моей точки если это судья и если это будет доведено то что касается вашего вопроса я могу сказать за мою каденцию я работаю с 30 сентября до и это впервые когда я передаю на решение специализированного вопроса о визначении такой справы и и и и и и и и